Новое видео выходит каждый день в 20.00 Вы знаете, обычно такие вот подобные ролики, они записываются после того, как уже понятно всё и с той стороной, и с той стороной. И с Никитой Вертеевичем всё понятно, и с основателем, и разработчиком Riven Truly Play всё вроде как понятно. Когда все уже высказали свою позицию по этому поводу, и вот осталось только каким-нибудь разговорным GTA-самп-ютуберам рассказать, уже там, внести свою лепту во всё это. Однако, я решил не дожидаться всего этого и рассказать просто моё видение ситуации на данный момент. И кто же знает, кто же знает, возможно, под конец всей этой ситуации я с самого начала окажусь прав. А возможно и нет, потому что всё очень запутано, всё очень жёстко, и Вертеевич, как обычно, опять-таки, с самого начала начал врать. Если кто-то, мало ли, помнит вот то, как он оправдывал свой переход на Riven Truly Play, то, ну, я думаю, вы это помните. А те, кто не помнит, я вам сейчас напомню. Никита Вертеевич сказал, что он уже достаточно давно играет на Arizona Truly Play, что он достаточно сильно уже поднял этот самый проект. И пора уже помочь каким-то другим проектам, мол, якобы за бесплатно, вот как я тогда понял. И как я тогда убедился на стриме, на его, вот, где он играл на Riven Truly Play, он в самом деле сказал, вот прям сейчас дословно, конечно же, не цитирую, но он сказал что-то вроде, его спросили, мол, слушай, а вот за сколько ты перешёл, за сколько ты снимаешь, там, сколько вообще платят, больше, чем на Аризоне, или меньше, чем на Аризоне. И он такой вот, вы знаете, даже глазом не моргнув, ответил, что, мол, нет, ребят, ну, посмотрите, в каком состоянии сервер, откуда у них вообще могут быть деньги. И тогда, в принципе, я ему поверил, ну, а почему бы и нет, вертеевич, он же такой вроде как добрый, вроде как вот весь такой на детском таком энтузиазме решил помочь, ну, а почему бы и нет. Я думаю, что денег с Аризона он нафармил достаточно много, и почему бы вот просто вот так вот не помочь Riven Truly Play. Думал тогда я, я наивно ему поверил, как, наверное, верят ему все вот его дети, потому что я не думал, что он может настолько сильно обманывать, блядь. То есть, оказывается, блядь, нет, ну, вы только прикиньте, оказывается, что между, блядь, Riven Truly Play и вертеевичем был заключен, блядь, настоящий договор на, видимо, оказание каких-то рекламных услуг со стороны вертеевича. И, в общем-то, что случилось? Несколько часов назад вышел видеоролик у вертеевича, возможно, даже день назад, я не знаю, вот, когда выйдет этот видеоролик, сколько уже будет тому видеоролику, я думаю, что это абсолютно не важно. Вышел у него видеоролик, в котором он толком ничего не объясняет, то есть, он просто ходит вокруг да около и какой-то конкретики не называет. Мол, говорит, хотел там что-то купить рекламу для своего канала, для того, чтобы привлечь новую аудиторию, хотел там еще что-то сделать. Отснял уже вот столько вот видеороликов, приехал из деревни и оказывается, что я никому не нужен. То есть, как так получилось? Что? Я вообще, я пересмотрел его ролик, вот честное слово, несколько раз, и я вообще не понял, что случилось-то, почему он опять перешел на Arizona Roleplay с Ревента. Видимо, в договоре там есть какой-то пункт о неразглашении и обо всем вот этом вот прочем, и типа, ну ладно, почему бы и нет. И, в общем-то, он опять-таки перешел на Arizona Roleplay, особо ничего не объясняя. И потом, как я уже прочитал в запрещенном журнале на моем канале, он сказал, что там, даже не он сказал, а вот основатель, владелец Ревента Roleplay Игорь Игорев, как он подписан в ВКонтакте, он, знаете ли, немного раскрыл подробности ухода Никиты Вертеича вообще со всего вот этого вот проекта. И, как показала практика, как показала показания вот этого самого, блять, извиняюсь за эту автологию, как показали показания владельца Ревента Roleplay, то есть Вертеич не оправдал ожиданий. Хотя, каких ожиданий, если сервер был тысячей из тысяч, тот, на котором играл Вертеич, как он мог не оправдать ожиданий, мне немного непонятно. И он не выполнил непосредственных обязанностей, хотя ему заплатили за ролики на три месяца вперед, при том, что он на своем стриме еще где-то рассказал о том, что, ну, на Ревент Roleplay он снимает за бесплатно. Он, мол, говорит, откуда у них деньги? Типа, вы посмотрите, какой там онлайн, мол, потом. Потом, когда все будет, вот тогда, возможно, можно будет поговорить о каких-то деньгах, но не сейчас. И вот как-то вот так оно все и было. И, в общем-то, как рассказывает вот этот вот самый Игорь Игорев, ему выплатили огромную сумму за три месяца вперед, но в итоге он не выполнил оговоренный заранее объем работы. И вот мне не понятно, какой объем работы? Что он не выполнил? Ведь ролики вроде как выходили, и все вроде как было нормально, и я даже не знаю. И вот как пишется как раз-таки вот этот вот журнал, я не знаю, откуда у них такая информация. Они пишут, что в самом деле между блогером Никитой Вертеевичем и проектом был заключен настоящий договор. Мне немного непонятно, как это происходит, ведь вроде как основатель Ревент Roleplay либо в России, либо в еще какой-то стране СНГ, Вертеевич в Белоруссии. То есть, как это происходит, мне вообще непонятно. Вполне возможно, что Ревент Roleplay написали что-то мелким шрифтом в своем договоре, а Вертеевич это не стал читать. А потом, когда прочитал, типа понял, что он в какой-то полнейшей жопе или вроде того. Или Ревент Roleplay, допустим, мыслит так, что онлайн Вертеевич вроде как поднял, доната мы вроде как собрали, и все-все-все-все-все вот это вот прочее было, и теперь можно его в принципе выгнать. Но нахуя выгонять денежный мешок? Нахуя выгонять человека, который проплачен на три месяца вперед? Я бы понял, если бы через три месяца они бы его выгнали. Но когда, блядь, деньги вроде как, я не знаю, бля, я про... у меня нет слов. Когда деньги вроде как уже заплачены, когда он вроде как приносит онлайн и все такое, я абсолютно не понимаю, зачем его выгонять? Скорее всего, и Никита Вертеевич чего-то не договаривает. И вот основатель Ревент Roleplay как-то тоже так юлиет, как-то уходит от темы и многое другое. Я даже процитировать вам могу то, что он там сказал. Он сказал примерно следующее. На самом деле он взял кучу денег и ничего не хотел делать. Когда бабки в кармане, зачем париться? Человек был проплачен на три месяца вперед, и в первый месяц он уже не соответствовал ожиданиям и обещаниям. Какие обещания? Какие ожидания? Если все должно быть вроде как прописано в договоре, если он как-то не соответствует по договору, можно было решить эту ситуацию. Ну и мне абсолютно не... Как это происходит? Зачем? Для чего? По поводу подробного комментария, завтра встреча с моими юристами. Я узнаю, что мне пока можно говорить, что нет. Потому что, как ни крути, нас ждет долгий процесс возвращения наших денег. И мне непонятно, неужели, допустим, Никита Вертеевич мог там как-то... Ну, я вот... Я не понимаю, то есть у меня даже нет каких-то слов в голове. Как такое может быть? Мне... Мне непонятно. И также я не могу поверить в то, что Вертеич полностью не прочитал договор, и там был какой-то пункт, который был написан, допустим, мелким шрифтом, или как-то там еще он был написан. То есть я в это тоже не могу поверить. Ну каким образом? Зачем, блядь? Типа, неужели он не мог прочитать? Это же, блядь, договор. Это, сука, это надо прочитать, иначе ты будешь, блядь, в каком-нибудь рабстве, или должен будешь кучу денег, блядь. Хотя, зная Вертеича, если действительно предположить, что он такой тупой, каким он себя показывает на своих видеороликах, то можно предположить и то, что он, ну, не дочитался договора или что-то наподобие того. Я вот даже не понимаю, блядь. Я даже не понимаю. И вы знаете, я вот даже не знаю, на чью сторону вставать. С одной стороны, если бы не было печального опыта Вертеича со своим проектом в КРМП Space RolyPlay, когда он открылся, собрал доната и закрылся, то я бы, наверное, встал на сторону Вертеича. Однако, ну, знаете, из-за какой-то блогерской солидарности или самп-ютубовской солидарности, но зная то, что было до этого, зная вот эту вот ситуацию со своим проектом в КРМП, зная то, как он просто закрылся и типа такой, ну, вот так вот, ребят, вот так вот все получилось, я не знаю. Я в самом деле, вот прям, я не знаю, кому тут можно верить, кому нельзя. И именно поэтому я выпускаю вот такой вот видеоролик для того, чтобы предположить, что вообще, в принципе, может быть, что-то могло такое происходить, что вот все вот так вот получилось. Мне вот конкретно это немного не понятно. Ну, как немного? Мне полностью, блядь, это непонятно. И вряд ли, что через какое-то определенное время нам расскажут все детали данного события, все детали данного действия и всего-всего того, что мы только можем увидеть. Но, скорее всего, скорее всего, тут есть грешок и Никиты Вертеича, и как-то вот основателя Ревентру или плей, потому что по-другому, ну, я даже не знаю. То есть, допустим, вот, предположим, человек оплачен на три месяца вперед, и вроде как он должен выполнить свои обязательства, его нет смысла выгонять, потому что он проплачен, блядь, наперед, какой в этом смысл? Ебаться с тем, вот, чтобы возвращать деньги или там еще что-то делать. Зачем? Для чего? Проще подождать, пока он снимет три вот месяца вот эти вот свои видеоролики, вот это вот там постримит и все прочее, и только тогда выгнать. А тут, ну, я даже не знаю. И каким обещанием, каким требованиям он мог не соответствовать? Ведь Ревентру или плей, ну, вроде как, зафулился до тысячи или еще что-то, или там, я не знаю, в договоре было написано, что он должен выпускать ролики каждый час, каждые два часа, ну, я не знаю. Я вот, в самом деле, я вот долго думал над этим, и я вот даже, я вот не могу представить, каким образом вообще, что мог такое сделать Вертейч, что вот прям нужно было сразу расторгать договор, там, я не знаю, заканчивать сотрудничество и все прочее. Ну, и Вертейч, в свою очередь, пиздец, как не договаривает. То есть, ты смотришь его видеоролик и абсолютно не понимаешь, что происходит. Он как Йозеф Геббельс, блять, хочет как будто бы запутать во всей вот этой вот хуйне, во всей вот этой вот бюрократии, во всей какой-то, блять, просто, я не знаю, но это нормально, когда человек возвращается на Аризону с Ревента, и в какие-то доказательства того, почему он ушел, он приводит, блять, типа, переписки того, непонятно с каким человеком, все имена, все фамилии, блять, закрыты. То есть, ну, блять, просто то, что он хотел закупить рекламу для канала и вроде как привлечь новую аудиторию. То есть, ну, это, это, блять, не оправдание, Вертейч, это какое-то полное говно. Я даже рекламу канала хотел купить у богатых школьников, представьте себе. Хотел новых игроков привлечь в самп. Да, заебись, привлек. То есть, ну, я таких переписок, блять, могу 200 наделать и сказать, там, я не знаю, что. Я тоже, блин, хотел сотрудничать с Ревентру или плей, мне там уже проплатили до хуя месяцев. А я еще и хотел рекламу закупить, но тут меня кинули, и я вернулся опять на Резун. Так любой может сделать, то есть, я не знаю, я не знаю. В общем-то, что я могу тут поделать, что я могу тут сказать? Будем ждать дальнейшего развития всех вот этих вот событий, потому что мне дико интересно, что там будет. Также моему дружку Данилу Герере очень сильно тоже вот интересно вся эта ситуация. Я надеюсь, что мы с ним вместе продолжим следить за всем вот этим вот вместе. В общем-то, я думаю, что на этом все. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Заходите на SpaceRolliPlay в КРМП... Ой, ну уже не зайти. Ну, не важно, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока.